Инженеры компании Volvo Cars создали тренажер смешанной реальности, который амбициозно назвали «совершенным симулятором вождения». Он нужен, чтобы развивать технологии безопасности, помощи водителю и автономного вождения. Установка представляет собой подвижное водительское кресло, очки виртуальной реальности и специальный тактильный костюм. Надев последний, испытатели могут физически чувствовать, что происходит во время аварии, не испытывая реального риска. Также костюм позволяет отслеживать реакции человека, включая уровень стресса и частоту пульса. То есть инженеры имеют возможность изучать реальные человеческие реакции, но в безопасной обстановке, что обходится значительно дешевле, чем натуральные тесты. Кроме того, сочетание программного и аппаратного обеспечения разрешает бесконечно моделировать сценарии дорожного движения на реальном испытательном треке, используя настоящий автомобиль, но опять же в полной безопасности. Как рассказали представители «Вольво», сейчас на испытателях проверяют воображаемые функции помощи водителю, перспективные сценарии автономного вождения, эргономику будущих моделей автомобилей и многое другое. При этом система зеркальна. Отработанные сценарии затем можно повторять на реальных дорогах, тестовых треках и в испытательной лаборатории. Разумеется, детали каждого эксперимента полностью настраиваются. В качестве примера «Вольво» приводит систему предотвращения столкновений. На практике тестирование таких ассистентов может быть опасным, трудоемким и дорогостоящим. Применение же виртуальной и смешанной реальности сильно упрощает задачу. Любопытно, что новейшее программное обеспечение для такого моделирования представила компания Unity, создатель популярной платформы для разработки видеоигр. Также из мира игровых технологий пришел шлем виртуальной реальности – Vario. В итоге эксперты «Вольво» могут создавать виртуальное окружение для своих симуляций или, наоборот, помещать абсолютно точную трехмерную модель любой машины в любую виртуальную среду. К слову, именно «Вольво» первой реализовала возможность управления реальным автомобилем в шлеме смешанной реальности. До сих пор никто из автомобильных автопроизводителей такой возможности не имел.